Она вошла и скромно села на сиденье. Вагон под вечер был почти полупустой. Достала булочку с малиновым вареньем, что наспех куплена была на мостовой. Она ничем не выделялась серой массе. Электропоезд покачнул ее рывком. Глаза закрыла. Мысли тут же в резонансе сдавили сердце нераспутанным клубком. Она чуть сдрогнула и вновь глаза открыла. Хоть спать хотелось и казалось, что нет сил, кусочек булочки устала надкусила. Живот с утра поесть настойчиво просил. Она сидела и рассматривала лица. Почти что все уткнулись носом в телефон. Вот нотки пляшут на опаленных ресницах, а вот дремота забралась под капюшон. Вот кто-то сточит СМС на хмуре в брови, а кто-то, видно, новостями увлечен. Он, сосед же, с книгою «Прибудьте в божьем слове», наверное, что-то очень важное прочел. Тут стал мужчина пожилой в нелепых тапках, с какой-то сумкой странной, клетчатой, большой, и приготовился на выход. Брюки в латках, пиджак потертый, не его плеча покрой. Он рядом встал, рукой за поручни схватился, одеколон дешевый в воздухе парил, и видно было, что куда-то торопился, все волновался, да за временем следил. Она же думала, а я богаче буду, всегда нехватка в исхудалом кошельке, и страшно стало на какую-то минутку от обреченности висеть на волоске. Ну что ж, пора начать карманную работу. Она взглянула на людей вокруг мельком, изобразила неуемную зевоту и чуть подвинулась к попутчику тайком. Чтобы провернуть свой трюк, немного наклонилась, ей не впервой такое дело совершать. Да вот в лице волнение все же проявилось, когда сосед стал книгу медленнее читать. Она здесь выждала момент и отвернулась. Вот в сантиметрах от нее чужой карман. И только лишь рука к карману потянулась, как вдруг напротив парень взгляд свой приподнял. И что он видит? В пальцах мятая купюра. Ее карманница не тянет, а кладет. Она в пиджак мужчине деньги запихнула. Она их вовсе не ворует, а дает. Сама себе еле заметно улыбнулась, глаза поспешно опустила в грязный пол. И от содеянного сердце встрепенулось, когда представила, как счастлив будет он, как неожиданной находке удивится, как это зернышко добра побеги даст. Как знать, может, перед Господом склониться. И, может, слава Богу искренне воздаст. Раскрылись двери, и мужчина с сумкой вышел. А парень все не мог никак к себе прийти. Такого раньше он не видел и не слышал. Он раньше ангела не видел во плоти. Она же будто ни при чем смотрела в окна. Мелькали лампочки на пыльном потолке. Никто не знал, как ангел плакал одиноко ночами в комнате своей на чердаке. Она снимала угол в столичном доме. Порой сама считала жалкие гроши. Но не могла пройти, увидев рядом горе. Не от избытки, а от щедрости души. Она так верила, что людям, отдавая, не обеднеет, с голодухи не умрет. И что другому, тайно чем-то помогая, не потеряет, а лишь только обретет. Ей так хотелось в суете угрюбных будней стать чудом маленьким хоть в чьей-нибудь судьбе. Ведь и сама она нуждалась в Божьем чуде. Одно оно могло помочь в ее беде. Болела мама. И, конечно, были шансы спасти ее. Да счет надежды раздавил. Ей так нужны, ей так нужны сейчас финансы. Но собирать их не хватало больше сил. Жизнь или смерть теперь зависела от денег. Она старалась и боролась, как могла. Но что могла она с учительских копеек насобирать на зарубежного врача. Динамик что-то прохрепел над головою. Девчушка встала и направилась к двери. И крыльев не было за хрупкую спиною. Лишь шлейф из света потянулся позади. А парень в поезде все думал о поступке. И было стыдно. За свой толстый кошелек, за равнодушие, за праздные покупки, за Богом посланный пример или намек. Весь путь, оставшийся, он новыми глазами смотрел на мир, на суетливое метро. И сердце словно зажигалось небесами. Хотелось тоже делать тайное добро. Продолжение следует...